добро пожаловать на мой канал посвященный обзору и ремонту аудиоустройств сегодняшний обзор будет посвящен усилителю пионер са 6800 мк2 и его ремонту сразу необходимо оговориться что на предмет обзора отсутствует родная инструкция в то же время на просторах интернета можно наткнуться на его собратьев са 6850 и экспортный вариант са 7500 мк2 обозреваемый пионер представляет собой полный усилитель по схеме лина с двухполярным нестабилизированным питанием плюс-минус 40 вольт на выходе применена комплементарная пара транзисторов корпусе xm20 а именно 2 sd 588 и 2 sb 618 предварительные каскады усилителя имеют отдельное стабилизированное питание усилитель имеется релейная защита от постоянки на выходе или превышение мощности также реализована отложенная коммутация выходных клемм наушники подключаются к выходному каскаду усилителя через сопротивление в 150 ом у меня усилитель оказался по причине появления некоторых шумов и периодического срабатывания защиты у себя и тестировал на наушниках так было жалко свою акустику периодические шумы действительно подтвердились проверка платы на предмет разрушения пайки и проверка всех транзисторов мультиметром в режиме диода или сопротивления не выявила неисправных транзисторов у меня появилось предположение что деградировала сборка дифференциального каскада 2с а 798 в интернете также было встречено множество рекламации на данную сборку и рекомендации заменить подобранной парой транзисторов 2с а 10-15 технические характеристики последнего почти идентичны и установлены сборки итоговая замена подтвердила правильность решения проверка демонтированных дифференциальных сборок 2с а 798 не выявила их деградации дешевым транзистор тестером лет десять назад 2014 году меня заставила взяться за паяльник аналогичная неисправность усилителя в активной колонке 25 а со 2 от советской радиолы эстония 0 08 в этих колонках отсутствовал какая-либо защита и неисправность входного дифференциального каскада выразилась звуками наметных залпов из акустики с последовательно увеличивающейся мощностью тогда меня спасла моя реакция на отключение колонок в обозреваемом усилителе отработала защита которая достойна отдельного упоминания и достаточно проста для анализа она состоит из блока детекции рабочей точки в левой части схемы и блока управления реле в правой части схемы момент включения устройства происходит заряд емкости c2 через сопротивление r2 и r3 по окончанию заряда напряжение на базе q5 достигает необходимого значения происходит его открытие открытый транзистор q5 замыкает выходной реле на землю и происходит коммутация выходных клемм усилителя завершение переходных процессов транзисторы q1 и q2 образуют собой дифференциальный усилитель при симметричном переменном сигнале токи коллекторов неизменны при появлении на выходе усилителя положительного смещения открывается транзистор q1 который через диод d2 открывает транзистор q3 который свою очередь открывает транзистор q4 снимающий потенциал сердце цепочки база транзистора q5 последний своим закрытием вызывает размыкание выходного реле случае появления на выходе усилителя отрицательного смещения защита будет срабатывать только при появлении переменной составляющей так чувствительность дифференциального каскада в таком случае будет увеличена а дальше логика аналогично транзистор q2 который через диод d1 воздействует через промежуточные транзисторы на рц цепочку база транзистора q5 и выходного реле на этом все подписывайтесь ставьте лайки низкого детонации высоких децибелов сигнал шума